А ты сейчас рассказал про то, что у тебя были в любителях бои с Арманом Цуркианом и Сламом Амаровым, да? Рамазан Гетинов, это трехгранчий чемпион мира, сейчас он прохер уходит. Вы о нем сейчас еще услышите, и Гусейн Мурад, и Курбан Недрюсов, это чемпион мира. Расскажи немножко про борьбу Адиля. В его углу был Артем Резников. Это человек, которого называют одним из лучших борцов легкого дивизиона. И перед началом этого видео хочется рассказать о наших партнерах из Алимбет. Лучшие линии на UFC, Белатар, ACA, Найза и другие спортивные мероприятия. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Смотрите все условия и помните о бонусах и крутых акциях для новых пользователей. Алимбет. Для тех, кому всегда мало. Да, я думаю, все-таки не выйдет. О, Артем Резников. Да, это был, если я не ошибаюсь, угол. Выбросили полотенце. В связи с отказом секундантов спортсмена из синего угла. Победа присуждается и остается чемпионом лиги Актагон в полусреднем весе. Спортсмен из красного угла Магомед Магомед Магомеда Бахрей. Магомед, приветствую. Поздравляю тебя с очередной защитой. Как у тебя настроение? Потому что я видел, что сейчас ты уходил из клетки и не казался ты веселым и счастливым. Ну, я стараюсь эмоции в себе держать такой. Конечно, у меня такие эмоции бывают. Боицы, наверное, знают, когда выигрывают, какие бывают. Но я стараюсь их при себе держать здесь. Но это не связано с тем, что там серьезную травму нанес Адилью? Честно, не хотел бы, конечно, такую травму нанесить. Но это бой, приходится. Чего делать? И он меня будет, я его бью. Я бы хотел, предпочитая больным приемом выигрывать. Потому что здоровье же важнее из-за этого. Так не планировал, чтобы у него там глаза пух, чтобы что-то травмировал. Так получилось. Это бой. А как у тебя, кстати, кулаки сейчас болят? Палец болит, я не знаю. И все. А так не болят пока. Посмотрим потом. Может, потом уже будут болеть. Пока нормально. Расскажи немножко про борьбу Адиля. В его углу был Артем Резников. Это человек, которого называют одним из лучших борцов легкого дивизиона. Вот сейчас ты прочувствовал. Просто мне показалось, что Адиль хорошо вставал, в принципе, из-под тебя. По прошлым боям, мне кажется, хуже чуть соперники вставали. Да, да. Он хорошо вставал. Я из этого уже первый раз, когда переводил, я понял, что он уже встает. Думал, и со стойки начал получать, и из этого уже начал со стойки драться. Он хорошо вставал, прижимался к клетке, ну, хорошо зашелся. Может, не от прохода, но, видимо, готовился под меня. Наверное, смотрел мои бои, и хороший поднял стал. Было трудно это удержать. Я еще видел такой момент, что в какой-то момент, когда вы у сетки были, ты больше смотрел не в свой угол, а в угол, наоборот, Адиля, когда ему советовали. Ты слышал, да, что ему советуют, или это мне просто так повало, что ты взгляд туда направлял? А так, может, получилось спонтанно. Такого не было. Ну, я слышал, да, они говорили, просто бей, иди вперед там. Ну, я чувствовал, что он замедлился, по-моему, из-за этого. Я все видел, то, что он кидал, из-за этого, и так получилось. А так, в его угол, так, может, спонтанно, наверное, посмотрел, все. Также в его команде в подготовке участвовал Георгий Кичигин, это человек, с которым давно у вас уже хотели провести бой. Вот я смотрю, у тебя сейчас бой все-таки пояс Волтер-Вейта. Я за 6 дней сгонял, 6-7 дней на 73 сгонял. Я думаю, на 70 сгонять там 2-3 недели мне хватит. А ты сейчас рассказал про то, что у тебя были в любителях бои с Арманом Цуркианом и Сламом Амаровым, да? А как они закончились? Програл. Мы тогда были тоже, по-моему, на России, это было в Челябинске. А, в Челябинске все. Да, да. И Арману я проиграл, это было в 2015-м, это по Молдиме еще, тогда еще. У меня еще много соперников было у меня по Союзу. Так, не посмотришь, очень часто я дрался по Союзу. Да, в Челябинске это первый был любительский турнир, на который я поехал, точнее. Да, да. И выезжаю сейчас с Сламару, как все идет. Имеется в виду, по любительству у меня были очень хорошие соперники. Ты сказал, что тебе нужно сейчас посовещаться с Нур-1, как продолжать свою карьеру. Нур-1 тебя ведет как менеджер или как получается? Нет, нет. Нур-1 это президент. А, есть андердог. Они там решают, что есть менеджерская компания, что дальше будет. Просто именно с октагоном у меня по контракту последний бой. И дальше посмотрим, что они скажут и все. Мне просто остается тренироваться. Травм нету, четверо дня отдохну и буду готовиться к следующему бою. И, как я понимаю, ты его раз удержал, да, и при этом подводился к бою? Да, тяжело было. Мне первый раз предложили, да, написал мне, сказал. Я говорил Нур-1, я говорю, до Рамадана еще готов подраться после крайнего боя. Потом они сказали, вот, 25 апреля, это было после, получается, после праздника, через неделю. Один раз отказался, сказал, не хочу, вот так. И потом настояли и пришел готовиться. И, получается, я ночью готовился. Может быть, и плюс, вот сейчас в 11 ночи отдрался. В это время я и тренировался, получается. Да, тяжело было, да, но пришелся так готовиться. Но подготовка была очень хорошая. Спарк-партнеры были хорошие. А как это выглядит? То есть у вас полный зал прям набирался в 11 вечера? Или во сколько вы начинали? Нет, я же вот сейчас интервью давал, я поблагодарил, чтобы меня подготовить. Гусейно Мурат приходил, это с нашего зала. Рамазан Гитинов, это трехградный чемпион мира. Сейчас он в профиль уходит. Вы о нем сейчас еще услышите. И Гусейно Мурат, и Курбан Идрисов, это чемпион мира. Вот они приходили, именно меня готовят. Вот 11 ночи вот так. И меня готовили. А 11 ночи толку же не бывает. Все, наверное, уже отдыхают, спят, наверное. И именно для меня они приходили, вот так старались. А по режиму днем ты отсыпался или как происходило? В начале тяжело было. В начале такое сонное было. Ну, потом уже привык нормально. И по питанию, вот, я как и знаю, просто многие ребята, наоборот, тяжелее вес держать во время уразы, потому что они, наоборот, отъедают. Да, да, если бы не было бы много гонять, я бы не согласился бы, наверное. Мне сказали 77, потом 73, я дару сказал, давай хотя бы 75. Потому что целый день не кушаешь, и ночью потом отдеть и думать, тяжело бывает по-любому. И у меня небольшой вес был, 8 килограмм. Я вот после праздника просто начал где-то держать, вот, скинул 6-7 килограмм и все. А во второй раз согласился бы так? Второй раз? Ну, вот, когда у раза готовятся. Честно, не хочу соглашаться. Это такой месяц, для насыщения месяца, не хочу тренировкам уделять. Это сейчас так пришлось. А в следующий раз, я думаю, дару тоже скажу. Или до, или после, там, через 2-3 недели, когда время будет. Такой месяц не хочу о подготовке думать. Просто пришлось, попросили, я согласился. А так, в дальнейшем, не хочу после романа месяца сразу драться. Чтобы, ну, еще время было хотя бы. Магомед, серьезно у тебя уже рекорд получается. Жду какой-то старт такой. Тяжелый для тебя, мне кажется, тоже нужен какой-то соперник. С примерно таким же рекордом, чтобы у тебя была серьезная проверка. Ну, Дадим был опытный. Тоже для меня как проверка. Вроде он сам хорошо борется, да. Из-за этого. А так, посмотрим, да, что предложат сейчас. Сейчас. Ну, напишу Эльдару, что предложат там. Уже дальше, наверное, двигаться будем. Посмотрим, что и как. Спасибо всем, кто смотрит наше видео. Но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, RAC, PFL, OneFightNights, RCC, Niza и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен. И много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, на все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорой встречи.